друзья всем привет вас приветствует канал акваградус и сегодня очередной рецепт на нашем оборудовании мы будем делать рисовую водку друзья у нас уже есть на канале достаточно давно вышедший ролик где мы делали рисовую водку напомню мы использовали дрожжи кодзи и делали больше ароматную перегонку мы хотели получить с данного дистиллята аромат чем нет она рецепт не понравился не понравился конечно же что рис вот на кодзи получился такой какой-то кисловат оплесневатый привкус и сегодня я хочу сделать уже ближе к водке рисовую водку на хорошем укреплении на ферментах почему на ферментах потому что я не буду использовать солод я буду использовать чисто рис мне его надо как-то осахарить в рисе сахара нет вернее длинные цепочки мне надо сделать с риса удобоваримое сырье для наших дрожжей сделают это ферменты данные ферменты представлены у нас на сайте вы можете их у нас приобрести ферменты для разжижения фермент для осахаривания и пеногаситель я его всегда использую для того чтобы пена не убегала полезно очень что при постановок брак что при первой перегонки более детально в процессе постановки самой браги а сейчас на чем же мы будем делать наш рецепт это прежде всего пароводяной котел именно на пароводяном котле мы будем ставить брагу потому что нам нужно нагреть до 90 100 градусов и разварить нашу кашу чтобы крахмал весь набух чтобы он стал более доступным далее при помощи рубашки от пароводяного котла я стужу до работы фермента осахаривания это порядка 62 60 градусов полтора часа будем осахаривать можно больше а далее остужаем также при помощи рубашки до температуры ниже 30 градусов оптимально 20-25 и вносим дрожжи и будет бродить перегонка будет у нас на колонне акваградус делюкс серии 2 колонна делюкс 2.0 также как и стандарт 2.0 на фланцевых соединениях сочетает себя дистиллятор с рубашечным дефлегматором и ректификационную колонну это очень удобно для разнообразия получаемых рецептов вы можете делать классические ароматные легкие дистилляты как прямо током так и с использованием рубашного дефлегматора в случае получения необходимости получения крепких спиртов переводится колонна в режим ректификации и увеличенная царга 07 с отводом по термометре заполненной спирально-призматической насадкой дает на данной колонне крепость 96 градусов собственно этим свойством колонны режимом ректификации мы будем пользоваться первая перегонка у нас будет после того как брага полностью отбродит на царге заполненной медью и с использованием холодильника обыкновенный прямоток а вторая перегонка заполнен спирально-призматической насадкой и будем перегонять уже ближе к водке можно так сказать максимально чистая с минимальным повслевкусием но именно для того чтобы получить настоящую рисовую водку итак друзья рис рис конечно же лучше раздробить чтобы легче он набухал но я сегодня делаю видео эксперимент я хочу взять цельный рис кодзи цельный риски дают точно гарантированно стопроцентно а сегодня целый рис и буду его разваривать я доведу до температуры 95 градусов внесу фермент сразу для разжижения чтобы это все не слипалась чтобы максимально работал фермент фермент а для того чтобы разжижился затор чтобы он не был густой и на температуре вот 90 95 градусов я подержу где-то наверное часик для того чтобы он каша сварилась по простыми словами а далее будем остужать до температуры уже внесения фермента г досахаривания его рабочая температура именно то что продается у нас на сайте 55 62 градуса на другой температуре он у него активность снижается данное видео конечно повторить можно только на пароводяном котле или парогенераторе потому что если вы поставите сделаете такую брагу и будете перегонять при помощи тена то это обязательно пригорит это густая зерновая брага фальш но не уверен что поможет конечно же лучше такие вещи делать на костяном нагреве на непрямом нагреве и так набираю в пароводяной котел обычную воду и начинаю его греть и будем носить рис и доводить до температуры 92 градуса и вносим фермент я внес уже 10 килограмм риса фермент разжижение альфа мил рекомендация производителя 0,3 миллилитра на 1 килограмм крахмала содержащего сырья по сахаре не фермент глюкомил у него рекомендация 0 7 миллилитра на 1 килограмм крахмала пеногасителей внесем уже непосредственно после того как у нас произойдет осахарение и охладим это для того чтобы если будет пена чтоб она у нас тут ночью не вылезла и не протекла на пол дрожжи дрожжи я буду брать те которые у нас есть на сайте естественно это дрожжи distilla max gv часто задаю вопрос разница mv и gv mv это для солода там есть либо это штамм дрожжей либо там есть добавка для того что сбродить не сбраживаем сахара gv это для не соложенки когда у нас есть уже ферменты и мы используем gv mv-шными дрожжами мы не соложенку сбродим gv-шными дрожжами солод будет не доброд вот принципе и все я взял сейчас gv те которые предназначены именно для не соложенного сырья вносим дрожжи исходя 2-3 грамма на 1 килограмм сырья то есть у нас здесь килограмм мы будем носить 20 грамм бродит брага будет также в пвк этим и удобно пвк что от момента постановки до до окончания первой перегонки до получения спирта сырца мы делаем единой единым пвк в единой емкости перегонять будем в зависимости от объема количества спирта сырца возможно в пвк на внутреннем тени скорее всего он также в пвк мы будем перегонять но тен уже переставим с рубашки во внутреннюю емкость итак друзья у нас сегодня время первой перегонки нашей будущей рисовой водки что сказать по процессу брожения отбродила за 10 дней чуть чуть дольше чем если бы это была сечка это мое такое наблюдение не пенилась абсолютно полностью готова отбродившая брага сегодня будем перегонять режим первой перегонки это когда у нас нет подачи воды на дефлегматор мы перекрываем кран перед дефлегматором полностью перекрыт узел отбора нам он тоже не нужен воду я подам на холодильник уже непосредственно перед началом процесса это легко отследить по степени прогрева царги царга начнет прогреваться после 85 градусов в баке начнет прогреваться царга и когда температура начнет расти верхней точке у нас там есть термометр мы подаем водой и настраиваем таким образом чтобы подбор был прохладный и еще важный аспект обязательно используйте при первой перегонки медную насадку чтобы убрать сернистые соединения я приготовил медные кольца я засыпаю непосредственно в царгу чтобы пары контактировали с медью избавлялись ненужной серы таким образом получится и качественнее спиртсорец и качественнее наша рисовая водочка а 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 и так друзья настало время второй раз перегнать нашу рисовую водку аппарат deluxe версии 2 я аппарат перевел в режим реки фикации при помощи отвода на 180 развернул холодильник вверх холодильник у нас будет полностью работать как дефлегматор то есть полностью все пары утилизировать и возвращать через узел отбора на насадку дефлегматор я воду не подаю сразу перекрываю перед самым началом и первая перегонка у нас была на медных кольцах это для того чтобы избавить наш сырец от серы для того чтобы он не вылез у нас потом в готовом теле а сейчас коль мы будем делать водку я наполнил всю колонну спиральной призматической насадкой дополнительно я установил диоптер в диоптере насадка спирально призматическая тоже мало того что она увеличит степень разделения чистоту напитка диоптер поможет начинающим и не только начинающим правильно настроить колонну решить вести колонну в правильный режим чтобы она была вот практически предзахлённом состоянии оптимальном то есть настроить такое количество нагрева чтобы получить качественный продукт теперь к сырцу у меня получилось 14 литров спирта сырца отличительная особенность рисового спирта сырца вот он какой-то нейтральный хоть он безумно мутный очень много большое количество хвостовых примесей или жирных но по запаху по запаху я бы сказал вот он ну абсолютно нейтральный это самый нейтральный срез который я вообще когда-либо слышал а сейчас я залью все эти 14 литров я измеряю когда уже залью в бак потому что отдельно мерить высчитывать неудобно залью 14 литров но все равно будем отбирать по органолептики как я это делаю я часто рассказываю то есть я отбираю миллилитров обычно 100-150 это такой яд по запаху это когда вы слышите ацетоновые явные ноты а потом когда идет уже более чистый продукт а потом я отбираю еще миллилитров 200 их не выливаю и просто добавляю следующий такой же спирт сырец или можно даже в зерновой зацикливать таким образом вы и головы всегда хорошо отберете и минимальные потери по спирту в будущих перегонках друзья я поменял местами трубки системы охлаждения для того чтобы вверху не завоздушивалась это конечно же удобно делать без воды когда вода слита но так в принципе правильно чтобы у нас вода всегда подавалась в нижнюю точку а с верхней точки отводилась и в то же время отводились лишние воздушные пузырьки чтобы они не задерживались и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Итак, друзья, дробная перегонка нам дала 4,5 литра нашего тела. Сейчас я замерю крепость и будем разводить до питейного состояния 38-40 градусов. И посмотрим, понюхаем, подегустируем, что у нас получилось. Ровно 96. Очень холодная, вода холодная. Здесь 20 градусов и у нас в помещении холодно, так что я поправку делать не буду. Я приготовил воду необходимую для разведения 96, чтобы получилось в районе 40. И сейчас разведем. Итак, друзья, прошла реакция, смешалась абсолютно чистая, абсолютно белая наша рисовая водка. Осталось только продегустировать и попробовать, что у нас получилось. Я специально беру такой стакан, не водочный, потому что в таком стакане лучше слышно ароматы. Я не знаю даже, что сказать. Это не сахарный, сразу слышно, но вот он какой-то и не зерновой. Вот это что-то свое особенное. Не рис. Рис, а как рис пахнет? Никак не пахнет. Рис вкусный в плове, там свои добавки, свои специи. Чтобы эта плесень была, как в прошлый раз, знаете, какая-то сырость, как будто яйцо. Какое-то вареное, вернее, не вареное, а белок в сыром виде съел. Нет. Мягко и вкус нейтральный. Вкус достаточно мягко. И это очень сильно отличается от того напитка, что мы делали на Кодзи. Там, я скажу это даже потому, я помню, что мне не очень понравилось. Не скажу, что это, наверное, сочетание все-таки, то, что это было на Кодзи. Кодзи дает свой немножко жесткий продукт. Здесь хорошая водка. Думаю, что она отстоится как альтернатива пшеничной водке. Я думаю, замечательно. Стоит обязательно повторить. Тем более сейчас стоимость риса и стоимость сахара соизмерима. А это точно лучше, чем сахарная. Это даже не обсуждается. Потому что сахарный 96 градусов в чистом виде я бы не употреблял. Настойки, наливки, да, там он маскируется. А вот это вот в чистом виде, в белом, я думаю, что хороший застольный продукт. Как многие любят под селедочку, под шубу, под оливье. Думаю, что самое оно. Друзья, я считаю, что что по выходу, что по вкусу и ароматике все прекрасно. Такой продукт для себя стоит делать. Если у кого есть желание, обязательно повторяйте. А мы будем обязательно готовить какие-то новые видео рецепты. Что бы вы хотели увидеть, какой рецепт, обязательно пишите в комментариях. Мы прислушаемся к вашим комментариям. А на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, кому понравилось. Всем до следующих встреч. Продолжение следует...